Поэтому я хочу сегодня говорить кратко на тему «Путь к финансовой стабильности». Интересная тема, если вы помните, приблизительно год назад я говорил на тему «В Новый год без долгов». Ну и все, что вы делали, это в течение года избавлялись от долгов. В некоторых получилось, в некоторых не совсем. Но вы продолжаете двигаться в том же направлении, и Бог будет благословлять вас. Слава Богу! Я буквально вот на этих днях, мы пригласили к себе в гости наших соседей, американцев. И так мы общались, пили чай. Но я, конечно, в первую очередь хочу рассказать, как у нас служение, церковь, пригласить в церковь, познакомиться, пообщаться. А они, конечно, рассказывают свое. И один из них, он говорит, что я вообще, в церкви, я собираю деньги. Поэтому, что касается денег, я все знаю. Он мне много рассказал. Но он говорит, наш воскресный сбор 120 тысяч. А в среду, говорит, ну, где-то чуть меньше, ну, где-то 30 тысяч. Ну, и остальные. Он, когда называл там цифры, сколько работает, и какие зарплаты, думаю, ну, нам еще далеко. У каждого есть что сказать, чем поделиться, правда? Поэтому есть нам над чем работать. И поэтому тема моя сегодня – путь к финансовой стабильности. Это немножко, немножко о деньгах. А самое главное – о стабильной, благословенной жизни. Вы знаете, что такое стабильность? Это, во-первых, постоянство. Это постоянство, например, даже в той же самой зарплате. Например, молодые люди, прежде чем жениться, они должны быть подготовлены к этому событию, в том числе и финансово. То есть, мало того, что у них не должно быть долгов, но у них должен быть постоянный источник дохода. То есть, это постоянная зарплата. Пусть это будет тысячу, пусть это будет две, пусть она будет небольшая. Но это то, над что вы можете рассчитывать и располагать. Ну, а теперь подумайте, сколько у нас таких женихов, которые имеют постоянный, надежный источник дохода. Чаще бывает так, один месяц там три-пять, другой месяц ничего или очень мало. Но вы просто рассуждаете. Важно иметь стабильность. Хотя почему-то многие предпочитают нестабильность. Что я имею в виду? Но их устраивает такая работа, что когда хочу, работаю. Когда не хочу, не работаю. И если нет стабильности в работе, значит нету и в зарплате, значит нет и в жизни. Но жизнь все расставит на свои места. Поэтому, если вы готовы учиться, давайте мы обращаться к Слову Божьему. Да, братья и сестры? В Библии написано, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Что имеется в виду все это? Все это, это то, чего ищут язычники или просто люди, не знающие Бога. Это что кушать, вот что одеваться, вообще как жить, как зарабатывать деньги. И все это приложится вам. Мы в это Слово верим, но хорошо, когда мы это подкрепляем конкретными делами и действиями. То есть наша первостепенная задача, это приближение наше к Богу и возрастание в Боге. Тогда Бог своей стороны обещает, и все остальное вам будет прилагаться. То есть все остальное Бог будет притягивать к вам, как магнит. Какая прекрасная благословенная жизнь. Слава Богу! Бог заинтересован в том, чтобы во всех областях нашей жизни, в области финансов, в семье, во всех областях работы, был определенный четкий божественный порядок. И все было на своем месте, все должно быть сбалансировано. Так вот финансы это та область, которая нуждается в Божьем свете. И я хочу, чтобы через Слово Божие мы осветили сегодня очень важные моменты нашей жизни. Все создано на земле Богом, и Бог этим всем владеет. Мы только управители. И от того, как мы это делаем, зависит наше благословение и жизнь. Правильное управление, оно привлекает Божьи ресурсы. Божье благословение, то, в чем мы нуждаемся. Поэтому основная забота Бога или цель для человека – это правильное, что управление. А основная проблема человека – это неумение управлять. Путь к финансовой стабильности. Не секрет, что сегодня немало тех, которые сегодня бросили семьи и зарабатывают деньги. Не секрет есть и то, что многие набрали кредитов, и через это потеряли и свободу, и нормальную жизнь. Когда мы еще жили в бывшем Советском Союзе, у нас не было необходимости даже говорить на эту тему. Почему? Потому что занимать мы практически не имели возможности. Никто не давал кредитов. Разве сосед выручит? Но это по большой нужде, и это не идет, никогда не шла речь о больших деньгах. А коль мы не занимали, значит, мы располагали тем, что мы имели. В результате это, может быть, было худо, бедно, но надежно и стабильно. Сегодня мы живем в другое время, когда можно брать очень много, не думая, как ты собираешься все это отдавать. Но приходит жатва или время расплаты. И когда мы не подготовлены к этому, нас начинает трясти. Мы теряем и мир, и благословение, и покой. Поэтому моя цель сегодня не просто кого-то просто обидеть, а просто помочь и послужить благословением с Божьей помощью. Потому что кроме сострадания у меня ничего нет, и не только у меня, надеюсь, и у вас, к тем людям, которые имеют какие-то определенные трудности или переживают финансовые проблемы. Итак, как же мы можем иметь эту финансовую стабильность? Пять этапов финансовой стабильности. Только пять. Возможно, их есть даже больше. Но хотя бы обратите внимание на эти моменты. Пять этапов. Первый из них, первое благословение или первое пожелание – это работайте. Работайте. Безусловно, когда вы слышите это слово, вам хочется сказать, пастор, лучше скажи нам, как можно не работать и зарабатывать деньги. А работать мы это и без тебя знаем. Но тем не менее, я хочу вам сказать очень серьезно – работайте. Еще раз, когда я вспоминаю старое время, везде были объявления, требуются на работу определенные специальности и люди. И когда мы смотрели на это все и работали, у нас было одно желание – когда же мы сможем не работать? Сейчас, когда человек теряет работу невольно, он приходит в маленький ужас. Оказывается, работать – это не так уж и плохо. Но я хочу сказать вам больше, почему надо работать. Труд избавляет человека от трех самых серьезных проблем или зол. Первое – это от скуки, второе – от порока, а третье – от нужды. Скука, порок, нужда. Уже ради этого стоит работать, причем работать хорошо. Скучают в основном бездельники. Занимаются непонятно чем, в том числе и грехом. Это те люди, которые не отданы серьезной работе. И переживают проблемы и нужды – это те люди, которые или не работают, или несерьезно относятся к работе. И если у вас есть в этом необходимость и нужда, если вы хотите от этого избавиться, а это серьезные проблемы, пожалуйста, работайте. Вообще, к занятому человеку бездельники редко приходят даже в гости. А к котлу, который кипит, мухи не прилетают. Работайте. Работайте. Лень вообще всякое дело делает трудным, всякую работу. А человек ленивый, он просто ржавеет. Это глубоко скрытый грех. Вы видите здесь стих, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. То есть, другими словами, если я не работаю, я не имею права кушать. Почему? Потому что мы ничего не производим. Мы ничего не привносим, а только что-то получаем или отбираем. Запомните, это ужасная работа. Это ужасно трудная работа не работать. Кто-то меня понимает? Это ужасно трудная работа не работать. Бог обещал благословлять дело наших рук. Скажите, пожалуйста, что благословлять, если руки наши пустые? Если наши руки ничем не заняты? Еще раз, Бог благословляет руки, которые чем-то заняты. Написано в Библии, шесть дней работай, а в седьмой что? Кто знает, что написано? Отдыхай. Но нигде не написано, что шесть дней отдыхай, а в седьмой иди на работу. Поэтому работайте. И все, кто работает, уже улыбаются. А все, кто не работает, они как-то неловко себя чувствуют. Но я просто предлагаю вам возможность. Найдите работу. Найдите работу по сердцу. И работайте с песней. Тогда работа вам легче будет. Вам легче будет работать. Все равно от работы никуда ты не денешься. Но работая в недовольстве, ты не просто теряешь продуктивность, а ты теряешь практически здоровье. Ты теряешь крылья. Ты будешь малоэффективен в своей работе. Как мы должны работать? Как мы должны работать? Просто, ну не просто отбывайте номер, но работайте. То есть работайте со старанием. Вкладывайте туда душу и сердце. Иначе это воровство. Многие из вас получают деньги не только за выполненную работу, но и за время. И если вы просто работаете, работая, думаете об одном, как бы сделать так, чтобы не работать, или работаете, лишь бы вас начальство не увидело, это не работа, это не работа, это мучение для вас, и это страдание для начальства. Просто работайте. Я хочу, чтобы вы сегодня это услышали. Написано так. Не роди вы в работе своей брат расточителю. То есть если нету правильного отношения к работе, то ты не собираешь, а ты расточаешь. Вы знаете, что часто успех в работе зависит не от наших способностей, а от нашей прилежности, от нашей отдачи. Работать кое-как мы не имеем права. Поэтому придя на работу, не ищите возможности, как вам отдохнуть, но работайте. Вы знаете, что я за то, чтобы мы были благословением друг для друга. И я всегда призываю и говорю, что принимайте своих на работу, благословляйте своих. Но не так давно беседовал с одним бизнесменом, я спрашивал, почему у тебя работают верующие, неверующие. Он мне сказал, что иногда неверующие лучше работают. И мне как-то стало, ну как-то чуть-чуть, чуть-чуть как-то не по себе, обидно. А как бы хотелось, а как бы хотелось, чтобы было все наоборот. Может быть, тех, которые не знают Бога, их никто не учит, что надо работать хорошо, вкладывая душу и сердце, надо работать с усердием. Но если вы работаете, и после вашей работы надо несколько раз переделывать вашу работу, не удивляйтесь, если потом вас больше не приглашают на работу. Ваше отношение к работе, оно может служить благословением огромным для вас, и это послужит, что вы будете подниматься по служебной лестнице. Когда я был вот в Киеве, один человек рассказывал, что он говорит, я пришел в супермаркет работать, и мне сказали, что твое рабочее время будет с 11 дня и до вечера, там какое-то время. Но я в знак благодарности, что они меня приняли, я не имел приписки, только пришел с армии, говорит, я решил приходить на 8 утра. Когда меня увидели несколько дней, они были удивлены и говорят, твое время с 11. Говорят, не переживайте, мне за эти часы платить не надо. Но тем не менее, они снова говорят, что это не твое время. Но я продолжал работать с 8 утра. Я просто, вот, сеял семя. После случилось следующее. Всегда, когда мне надо было выходной, они мне предоставляли, другим нет. Всегда, когда надо было мне уйти раньше времени, они разрешали мне это сделать. И на всех ревизиях, когда люди сидели там до полуночи, я никогда не присутствовал. То есть, я увидел то, что я сделал. Это послужило благословением на будущие годы и дни. Вообще, лучше работать за небольшие деньги, чем не работать вообще. Иногда полезно даже поработать без денег. Тогда, может быть, и зарплату вам предложат. Но, как говорят, под камень, который лежит, вода, что? Не течет. Поэтому мой призыв, работайте. Еще один стих. Рабов увещевай. Это титул 2.9.10. Рабов увещевай. Повиноваться своим господам. Как работать мы должны? Во-первых, в повиновении. Угождать им во всем. А что, если не хочется? Тогда поищи себе новое начальство. Но требования к тебе будут одни и те же. Угождать во всем. Не прикословить. Не красть. Но оказывать всю добрую верность. Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего и Господа. То есть, мы, вот это учение, которое мы проповедуем, мы украшаем реальной жизнью. Мы его или просто позорим, или украшаем. И когда мы работаем, мы тоже проповедуем Евангелие. Мы проповедуем ее своей жизнью. И как бы хотелось, чтобы, слушая вы это слово, вы изменили свое отношение к работе. Если вам что-то не нравится, вы можете поменять работу, вы можете поменять начальника. Но вы не вправе прикословить, вы не вправе не повиноваться. Вы не вправе увиливать от работы. Вы не вправе просто делать вид, что вы работаете. А теперь сделайте анализ. Повинуетесь ли вы своим Господам и не уносите ли вы чего-либо домой? Итак, надо работать. Причем работать надо честно. И если вы не выполняете вот эти два момента, сегодня голос Божий зовет вас к покаянию. Еще раз. Работайте хорошо и работайте честно. Иначе вы можете потерять вашу работу. Как только ваше начальство заметит за вами нечестность или воровство, вы потеряете свою работу. И как только они обнаружат, что вы работаете просто делая вид, они подыщут себе нового работника. Я почему-то уверен, что люди честные и прилежные, они должны всегда оставаться на работе. Кого-то уволят, но это не относится к тебе. Кому-то отдадут предпочтение, но это не относится к вам. Поверьте этому слову, примите это обетование, и вы просто будете иметь прорыв в ваших финансах. Итак, работайте. Следующий момент. Жертвуйте. Жертвуйте. Еще не заработали, уже жертвуйте. Но тем не менее, если вы решили что-то изменить в вашей работе, тогда у вас будет прекрасная возможность для того, чтобы жертвовать. В Библии написано, давайте, и даст-то что? Вам. Поэтому жертвуйте. Вообще, интересный был момент в жизни Израиля. Они вышли из Египта, и Бог благословил их золотом и серебром. Они вышли не с пустыми руками. Помните? Вот представьте, евреевы, которые держали вот эти слитки золотые, там разные изделия, цепочки, и оно сверкало на солнце, и радовало их глаз и сердце. И вдруг Моисей говорит, «Воззвание к народу, все, что вы там имеете, или просто чем вы обладаете, просто вы должны пожертвовать на скинею». Все это, оказывается, не для вас, египтяне дали, а это для скинеи. Они еще не привыкли еще толком к этим деньгам или золотым вещам, а уже надо отдавать. И вы знаете, что сделали израильтяне? Они начали жертвовать. Они жертвовали так, что мало не показалось. И люди пришли к Моисею и говорят, «Слушай, Моисей, объяви народу, что уже достаточно для всех работ, и еще и осталось. Скажи, больше не надо». Вот представьте себе такого проповедника, который призывает к добровольному пожертвованию, который вышел бы и сказал, «Ввиду того, что вы уже пожертвовали так, что мы выплатили из здания, поэтому пожертвования в течение года собирать не будем». Я представляю, какие бы вы расстроены, бы ушли домой. Стимул потеряли бы, но Бог милостив к нам, так, братья и сестры. Поэтому жертвуйте, не обкрадывайте Бога ни десятинами, ни приношением. Вот смотрите, я хочу, чтобы выделили сейчас Малахи 3.8. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Предыдущий, предыдущий сайт. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, скажите, чем? Вы обкрадываете меня десятинами и приношением. Поэтому жертвуйте, братья и сестры, не проповеднику, не гостю и не церкви даже, а жертвуйте Богу. Вы это делаете, отдавая в надежные руки. Запомните это. И жертвуйте не просто, надеясь, что-то получить от Бога, а жертвуйте из-за любви к Нему. А для любимого ничего не жалко. В Библии написано, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. Куда вы жертвуете или куда вы тратите деньги ваши? Туда, где ваше что? Сокровище. А если сокровище ваше, жемчужина ваше, это Христос, значит, жертвуйте. Жертвуйте. И дальше вы видите, куда мы должны жертвовать. Куда мы должны жертвовать? Если это относится к десятине, то вы ее должны приносить туда, где вас кормят. Это нормально. В Библии написано, приносите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была что? Пища. Чтобы в доме моем была пища. А когда вы сделали главное, тогда не забывайте бедных, сирот, вдов, тех, кто имеет нужду. И будьте щедры, наше дело сеять, а все будет взращивать кто? Сам Бог. Грехом может быть тот, что мы делаем, и тот, что мы не делаем, и тот, что мы неправильно делаем. Поэтому еще раз призываю вас, жертвуйте, сейте, вкладывайте в вечные ценности, в том числе и ваши финансы. И тогда стабильность финансовая придет в вашу жизнь. Следующее мое пожелание, откладывайте про запас. Делайте заготовку. Я не знаю, насколько вы меня понимаете в этом моменте. Тут интересно такое слово. Я не имею в виду, занимайтесь накопительством. Или просто складывайте, или откладывайте на черный день. Но я хочу вам сказать, вот наши родители, которые пережили войны, голод, у них не было необходимости этому учить. У них всегда был у них были такие коморы, погреба, и там был запас, что они могли бы прожить. Ну, я говорил вам, что когда приезжали к нам иностранцы домой, то они удивлялись, как украинцы живут. Говорит, приходишь в магазин, ничего нет, пустые магазины и полки. Приходишь домой, все есть. Потом, говорит, было такое время, что зарплаты не дают, люди не получают денег. В магазинах уже все есть, а денег нет. Говорит, иностранцы, приходишь в гости к украинцам, а у них все есть. Говорит, не получают денег три месяца, а пища не убывает. но потом к ним тоже пришло прозрение или откровение. Один из них приехал ко мне и спрашивает, а где у тебя погреб? это хранилище. Но это хранилище, это, другим словом, большой холодильник. И когда он увидел там, ну, что есть в этом большом холодильнике, то он все понял, как украинцы живут. Поэтому делайте заготовку. То есть откладывайте деньги на непредвиденные расходы. Есть обычные, обыкновенные, а есть непредвиденные. Это избавит вас от давления и от различных тревог. Будьте предусмотрительны. Деньги, которые вы откладываете, они в любую погоду будут работать на вас. Что я имею в виду? У вас должен быть минимум, вот, допустим, ваши расходы в течение месяца. Минимум хотя бы на месяц у вас должно быть запас. То есть если вы потеряете работу на месяц или не получаете никаких денег и зарплаты, вы должны прожить этот месяц без всяких тревог. Хуже бывает, когда вам надо, как бы, оплатить очередной счет сегодня, иначе завтра уже будут штрафовать вас. И это постоянно. Сегодня один банк, завтра второй. Как только закончились банки, начинаются магазины. Закончились магазины, начинаются банки. Это жизнь, достойное сострадание. Это жизненный тупик. Это путь в никуда. Поэтому, пожалуйста, делайте определенные запасы. В Библии написано, в Турозаконе 28.8, «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословить тебе на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Бог что будет благословлять? Дело наших рук. И Бог будет благословлять наши житницы. То есть, то, что мы имеем, приобрели или отложили про запас. Поэтому мудрый человек, он делает заготовку. Написано в Библии, «Посмотри на муравья». Он летом заготовляет хлеб свой. Вы помните, что Иосиф заготовлял хлеб, а у Давида были склады по всей стране. Делайте это, и вы будете избавлены от всяких переживаний и стрессов. Делайте это. Это немного ваших вложений, но если вы это имеете, вы будете благословенны. Следующее, составляйте бюджет. Составляйте и выполняйте его. Кто-нибудь из вас занимается этим? Вообще страна, например, без бюджета не живет, хотя некоторые пытаются жить. Любое производство или организация, они имеют определенные приходы, расходы, бюджет. В реальной жизни, я не знаю, как у вас это происходит, но вы можете так жить, составлять этот бюджет и выполнять его. Тратить деньги можно, но все зависит от ваших возможностей или какой у вас бюджет. И сейчас вы просто видите, если вы видите, как приблизительно он может выглядеть. Значит, я вам просто назову, например, некоторые цифры. 10% – это десятина, 10% – это сбережение, приблизительно процентов 70 – это текущие расходы, это ваши каждодневные или ежемесячные потребности и расходы. Это то, за что вы живете целый месяц. Поэтому всегда надо думать о расходах. Например, американцы считают, я думаю, что это правильно, что на оплату за дом должно уходить приблизительно 30% вашего дохода. Подумайте, сегодня 30% от вашей зарплаты. И если у вас уходит больше на жилье или на дом, значит, это не ваш дом. То есть, вы можете в этом доме жить, но не удивляйтесь, если на другие расходы вас будет денег не хватать. В первую очередь, на десятину и на другие расходы. Почему не хватает? Потому что в вашей ситуации половина уходит на жилье, на дом, а может быть и больше. надо что-то поменять. Ну и процентов 10 это ваш отдых, это ваше путешествие или просто ваши личные расходы. Деньги надо экономить не тогда, когда денег нет, а когда они что? Есть. Обычно, когда уже в кошельке ничего не осталось, говорят, будем экономить. Поздно. Поздно. Поэтому составляйте бюджет и следуйте за ним. Кто-то делает это, кто-то не делает. Но даже если вы ее не делаете, вы должны жить, исходя из ваших возможностей. Ну и последний мой совет, живите по средствам. Живите по средствам. И здесь вы видите, не заходите в долги. И вы скажете, легко тебе сказать. Но я уже вам сказал, работайте. Вы готовы сказать аминь? Копите что-нибудь или собирайте на трудные времена, составляйте бюджет и живите по средствам. То есть сумма денег, которая приходит к вашу дом в течение месяца, это ваши границы, в которых вы должны оставаться и жить. Если вы выходите за пределы этих границ, к вашу жизнь приходит определенная опасность. Вы теряете безопасность, нарушая эти границы. И если вы живете не по средствам, запомните, это вам не сойдет с рук. Я недавно буквально приглашал одного молодого человека в миссионерскую школу. Я говорю, не могу, почему, долги. Мне как-то стало жалко. Говорят, ошибки молодости. Еще жизнь только начинается, а кроме долгов ничего нет. И удовольствия мало от этого, вы знаете. Очень мало. Когда-то жил, ни о чем не думал, жил как получается, но вдруг наступает момент прозрения, и ты понимаешь, что пришло время отдавать, а отдавать никому не хочется. Причем эта работа очень непростая и трудная. Поэтому мой совет, живите по средствам и не заходите в долги. Единственное, чем я могу вас порадовать, что с долгами вашими вы можете попасть в рай. Но пока вы на земле, вы теряете свободу. И не только свободу. Поэтому я хочу, чтобы вы просто благоденствовали, живя уже здесь на земле. Наше нетерпение приводит к долгам. И надо очень много терпения, чтобы выбраться на свободу. В Библии написано, не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной, что? Любви. Хочу добавить, что есть нормальные долги. Что это за долги? Если ты занимаешь и знаешь, откуда ты будешь отдавать. Вот сегодня тебе надо три тысячи, и ты знаешь. Ну, например, например, через месяц у тебя ты получишь таксы, и ты отдашь эти деньги. Ты можешь рискнуть. Но многие занимают, они не знают даже, не знают, не представляют даже, откуда они будут эти деньги отдавать. Это неправильный подход к финансам. Это неправильные заемы. Это неправильное финансирование. Поэтому запомните, что большие деньги не дают спать, а маленькие не дают жить. Поэтому мудрый Соломон просил, говорит так, богатства и нищеты не дай мне. Это мудрость. Дай мне иметь все необходимое во имя Иисуса Христа. Попасть в долги и очень легко. Не надо заканчивать колледж или университет. Достаточно приобреть несколько карточек. Большого ума не надо. И ты будешь в долгах, как в шелках. А чтобы выбраться из долгов, то надо или специальность приобретать, или хорошую работу, или подключать родителей, или уповат на наследство, я не знаю. Но не делайте так, чтобы и дети ваши, и внуки рассчитывались по долгам. Не делайте так. Ну и что еще хотел бы сказать вам? В Библии написано, что праведник он не будет занимать денег. Написано так, ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Это обетование Божие для праведника. Мои родители жили, у нас было семь детей маленьких. Они жили в очень трудных условиях в суровое время. Но сколько я себя помню и их, они никогда практически не занимали денег, но у них занимали всегда. Люди, которые вообще не имели детей, которые имели по двое детей, соседи приходили и говорят, помогите, займите, потому что нам не хватает. Я не знаю, как у них получалось все это. Одно знаю, что у них не было больших денег, но они не занимали, а благословляли многих. Поэтому будьте благословенны. Некоторые поступают еще хуже. Они занимают, но не отдают. Поэтому, пожалуйста, не делайте так, чтобы просто уходить из Дома Божьего на какую-то там дверь. Так уходить из церкви, чтобы ни с кем не встретиться, никому руки не пожать. Почему? Потому что долги придавили. В глаза некоторым неудобно смотреть. Пожалуйста, будьте честны, объяснитесь и помните, что если занял, то придет время, когда надо все это будет отдать. Ну и последнее мое предупреждение. Остерегайтесь, чтобы деньги были центром вашей жизни. Чем больше хочешь, чем больше хочется. Денег никогда много не бывает. Поэтому не попадайтесь на этот крючок и остерегайтесь любви к деньгам. Почему? Потому что ибо корень всех зол есть, что? Сребролюбие. Запомните, как трудно заработать деньги, так трудно и расставаться с ними. Но не будьте жадными, но будьте бережливыми во имя Иисуса. Если вы будете поступать правильно к границе ваших возможностей, расшириться, если вы будете действовать неправильно, ваши возможности будут постоянно сужаться. Итак, путь к финансовой стабильности. Сделайте самоанализ, в чем нуждаетесь именно вы. Работайте. Вы работаете или не работаете? Первый вопрос. И второй вопрос, как вы работаете? Второй вопрос, жертвуйте. Сделайте самоанализ, как вы жертвуете, сколько вы жертвуете и куда. Наконец, третье было пожелание, откладывайте про запас. У некоторых, знаете, вешалки и все клозеты забиты, а деньги все в банке. Поэтому откладывайте про запас. Это не имеется в виду просто накопительство каких-то вещей, а это запас на непредвиденные расходы. Здесь тоже надо знать меру, чтобы не переусердствовать. Кто-то из вас уже закупал рис? Мы христиане это люди веры, но мы должны знать, что когда я еду на машине, я могу в один момент пробить свое колесо. Или может сломаться в вашем доме стиральная машинка. Это то, без чего мы уже не можем жить, да, привыкли. Но чтобы ее купить, надо какие-то деньги. Вот эти деньги у вас должны что быть. Следующее составляйте бюджет, он может быть у вас разным, но планируйте ваши доходы и расходы, составляйте и выполняйте. Последнее живите по средствам. Как хочется догнать кого-то, а еще хуже обогнать, как хочется многим пыль бросать в глаза, как хочется некоторым ехать на Мерседесе, чтобы производить впечатление, когда за душой абсолютно ничего нет, как ужасно, когда весь дом обставлен красивейшей мебелью, но все это приобретено в кредит. И жалость мое сострадание в чем, что если ты покупаешь подобные вещи за тысячу долларов, ты когда выплатишь все это, ты отдашь три тысячи, непонятно кому и зачем. Поэтому я желаю, чтобы вы были благословенны в вашей финансовой жизни. Я говорю это молодежи, я говорю это молодым семьям, я говорю это всем, кому это относится. И заканчивая свою проповедь, хочу сказать вот этот стих, возлюбленный, возлюбленный кем? Богом. Молись, чтобы ты здравствовал и преуспел во всем, как преуспевает душа твоя. Возлюбленные, я молюсь, мы будем молиться, чтобы все вы здравствовали во имя Иисуса, и чтобы вы преуспевали, как преуспевает душа ваша. Вначале преуспевания в душе, вначале мои личные отношения с Богом. Если здесь будет преуспевание, если в сердце будет порядок, есть надежда, что этот порядок придет в вашу жизнь, в ваши финансы, в ваши дом и в вашу семью. Пусть Бог благословит ваши материальные нужды, пусть Бог благословит наши духовные нужды, пусть Бог благословит наши души и сердца, Ему вся слава, ныне и во веки. Аминь.